итак друзья продолжаем нашу рубрику фактов о музыке я хочу разговаривать с вами плюс я начала проходить курс по речи мне нужно тренировать свою речь потому что я хочу быть хорошим оратором хорошим лектором и качественно и грамотно доносить свою мысль до своих учеников и у нас было задание такое читать вслух поэтому я решила совместить приятное с полезным читать вместе с вами разные факты о музыке и их обсуждать быть мне очень интересно посмотреть какой же у меня будет прогресс по технике речи и по моим разговорам потому что все-таки говорить на камеру это не так просто как 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 казалось бы ну вот вот это специально не буду вырезать чтобы потом вернулась посмотрел значит так читаю факты и будем с вами обсуждать известный французский композитор клодь дебюси как-то раскритиковал другого французского композитора эрика сати сказав что его музыка плоха так как она бесформенна музыка должна быть хоть в какой-то форме сказал дебюси в этот ответ астроумный сати написал цикл пьес для фортепиано в четыре руки под названием три пьесы форме груши забавно в этом цикле не только само название но и тот факт что пьес в нем на самом деле не 3 а 7 давайте послушаем кстати знаете так вот дебюси знаменитый композитор который написал лунный свет значит я включаю музыку но в прошлом видео которое я записывала youtube очень благосклонно мне намекнул о том что он не пропустит моё видео потому что видите ли я включила гершвина гершина нельзя включать потому что ну авторское право поэтому я вырезала этот кусочек если сейчас вы не услышите музыки то знаете что youtube заблокировал но в этом случае я оставлю ссылочку чтобы вы могли послушать эту песню внизу а потом вернулись и смотрели это видео ну ладно послушаем я все-таки включу все-таки рискну но интересненькая музыка да с грушей я не знаю что связывает с грушей ну да он просто хотел написать о том что форме кстати а форма очень важна именно в классической музыке если мы посмотрим а формы современных песен современные что на сайт ну песни вот эти вот всякие попса я не знаю что сейчас популярно даже если мы возьмем того же самого меладзе все его песни по форме они во-первых маленькие во вторых там всегда прослеживается вот это вот чередование куплета припева возможно там будет какой-то бридж вставлен или проигрыш но в классической музыке форма это один из главных критериев которому очень много вопросов даже возникла такая целая научная стезя которая называется формы музыкальных произведений и я училась в колледже и в консерватории и у нас был каждую неделю два часа урок плюс индивидуальные занятия где мы изучали разные формы из чего она состоит песня и вечный вопрос музыканта что первичные содержание или форма всегда спорили форма это тот момент по которому можно сказать насколько качественно сделано произведение ну как то есть в какой-то мере мы понимаем о том что музыка это искусство очень такое тонкое и мы не можем сказать бетховен коллизи сделано хорошо а к примеру меладзе салют вера сделано плохо мы не имеем права так говорить можем сказать свое личное восприятие мне нравится или мне не нравится имя всегда поражали люди которые слушают какие-нибудь произведения допустим современные или классические говорят это это плохо сделано одно дело что тебе оно не нравится но может быть нельзя прямо так говорить плохо или неплохо так вот мы же не можем потрогать музыку если мы приходим на завод и выберем деталь ну вот ручку мы видим эту ручку она сделана из пластика ничего не протекает она пишет исправно ее удобно держать в руке хорошо сделано хорошо все понятно с музыкой как как с музыкой понять что она сделана хорошо а вот никак и вот форма это маленькая маленькая такая маленький спасательный круг для того чтобы мы немножечко разобрались ладно затянулись мы идем дальше известно что одно из последних сочинений моцарта опера волшебная флейта была написана композитором по заказу масонской ложи в которой он состоял в либретто и даже в самой музыке оперы содержится множество скрытых а порой и совершенно открытых масонских символов ритуалов и священных фраз одной из возможных причин этого естественно никак не подтвержденных могло быть стремление масонского братства сохранить основы учения в безусловном музыкальном шедевре который переживает свое время и станет и останется в веках даже в случае периодических гонений на само масонство чтобы потом его можно было вновь расшифровать и восстановить ой на самом деле вот этих вот всех истории о том что моцарт входил в масонское ложе я не знаю для меня всегда странно когда говорили о том что музыка и политика музыка и вот эти вот эти странные ложи как-то связаны ну возможно какую какая-то доя правда в этом и есть может быть масону под конец жизни вообще хотя знаете что модерн несмотря на то что он был очень богатым он вечно тратил деньги и было такое я читала его письма и письма брату и он писал такую фразу дорогой ты не представляешь я такой камзол видел сегодня я его купил на последние деньги ну конечно там было под другими словами написано но вот идея и смысл был такой о том что моцарт был тем еще транжирой и возможно за деньги да мог все что угодно написать в том числе и волшебную флейту по заказу масонских вот этих вот ложь ну я не знаю на кого эти масоны влиять что они вообще делают в этой жизни полезного давайте послушаем музыку кстати очень интересная знаменитая ария царицы ночи я ее сейчас включу одна из самых сложнейших вокальных произведений вообще партий для музыкантов а 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 это а и и и и не и и я за значит никогда еще так изощренно мать не орала на своего ребенка ну да на самом деле очень интересная партия прекрасная музыка такая послушать одним из самых популярных в мире произведений классической музыки и является пьеса к лизе имеющая в некоторых редакциях под заголовок богатей а в других листок из альбома интрига этой песни стоит в том что среди женщин периодически занимавших какое-то место жизни бетховена и среди тех с кем он в принципе так или иначе общался ни одной реальной элизы не было исследователи конечно сейчас выдвигают разные версии какая же барышня на самом деле удостоилась чести заполучить свой альбом такой вот листок но подлинно мы уже знаем что что на создание музыкальной пьесы занимающий безусловно первое место во всемирном классическом хит-параде последних двух веков послужила какая-то тайная элиза значит никто не знает что это за элиза но вы слышали да вы тут прекрасную песню и вот кстати почему именно к элиза что не мог придумать может быть ему приснилась какая-то там прекрасная девушка решил посетить ее песню ну не знаю может быть это был какой-то тайный шифр может бетховен тоже так сказать заключил сделку с масонами чтобы они продвинули его песню и был к элизе тайный шифр не знаю кстати коллизия одна из некоторых произведений который план попала на пластинку наса которую запустили в космос значит такая история о том что нас решила записать на пластинку я не знаю как они это все записывали то есть они записали звуки природы землян какие-то произведения для того чтобы если вдруг внеземные цивилизации так сказать наткнуться на вот этот корабль который они отправили в космос или на эту капсулу они бы смогли познакомиться с нашей культурой прекрасно да и вот одним из произведений будет к элизе хотя я не знаю как они смогут расшифровать эту капсулу но это уже их не проблема их не заботы так ну что у нас еще есть разные факты но я думаю мы оставим их на следующий раз да то сегодня что мне уже хочется пойти отдохнуть провела три урока и решила немножко поговорить с вами на камеру хорошо встретимся с вами в следующих видео до скорых встреч и и Субтитры создавал DimaTorzok